Культ поход Добрый день, дорогие друзья Прежде чем мы начнем двигаться по мероприятиям, наверное, я озвучу сейчас призы, которые мы будем сегодня разыгрывать Да, мы напомним, что у нас, как всегда, сегодня будет розыгрыш призов, но он будет чуть попозже, поэтому расскажем про призы прямо сейчас Это будут, в первую очередь, книги от магазина «Читай город» Андрей, тут у меня почему-то фамилия даже написана через дефис Андрей Ацтвацатуров, мы читаем его каждый эфир, не переживай, не кормите и не трогайте пеликанов Это новый роман известного филолога, писателя, также о филологе, невротике, не очень удачливом в жизни, оказавшемся в Лондоне И тут начинается комичная детективная интрига, которая оказывается почему-то не очень смешной Ограничение 18+. Алкофан, алкогольные напитки и культура питья, а также методы борьбы с похмельем, перегаром, быстрым обвинением, весьма нестандартно Книга знакомая с различными спиртными напитками, с историей их появления, с правилами подачи, подбором блюд и так далее, но ограничение, соответственно, тоже 18+. Мне кажется, эту книгу я тоже уже в какой-то из передач слышала, наверное, давно ее разыгрывают И Андрей Макаревич, сборник его рассказов, телеведущий, певец, бард Я так понимаю, в рассказах, наверное, найдет отражение и его творческий путь, вероятно Ограничение также 18+, ну а теперь к интересному У нас есть два пригласительных билета Один на 1 октября на концерт земляки Возвращение на вятку, это, собственно, филармонию И на 13 октября мировая премьера Пастушка и Трубочист Еще у нас, по-моему, есть Билеты на любой фильм Мессианский театр Дружба и набор открыток с видами Старой Вятки в рисунках Замечательной художницы Татьяны Дедовой Это подарок от салона Союза художников Новоголодарского 99А Очень красиво И пригласительный в галерею прогресса на две выставки братьев Дорофеевых 211-101 Вопросы будут позже Звоните, выбирайте любой приз Ну а мы, наконец, начинаем Общаться с нашими гостями И все-таки открытие концерта Восстану на Вятской филармонии Довольно-таки должно быть масштабно и интересно И мне кажется, что мест там уже Гораздо меньше, чем Хотелось бы там кому-то еще попасть В общем, расскажите нам, пожалуйста, что же ожидается И что же вы готовите для зрителей Ну Вы знаете, вообще говоря, наша работа уже началась У нас уже состоялось Несколько интересных концертов И Меня это очень радует Да, потому что Десятилетиями люди Привыкали к тому, что в филармонии Раньше с начала октября, в общем-то, ничего не происходит А сейчас мы и летом В июне, да И в сентябре И иногда даже в августе Устраиваем какие-то Интересные события Которые вызывают Соответствующую реакцию Публики Вот 9 сентября мы открыли Открыли фестиваль Земляки возвращения на Вятку Открыли, по-моему, очень достойно И Те вот мероприятия, которые в этом цикле пройдут Да, это четыре концерта Еще четыре Да, еще четыре концерта Мне кажется Будут Как-то Интересны И в творческом, да И вот в каком-то таком Идейно-содержательном Я имею ввиду Патриотическую составляющую Вятскую Да Вот в этом смысле И Может быть тогда Раз мы коснулись земляков Да, мы проанонсируем концерт Который состоит с первого октября Александр Николаевич Да Я был 9 сентября на концерте 9, правильно? 9, да 9 сентября на концерте Вот, который открыл фестиваль С огромным удовольствием послушал концерт Посмотрел на наших ребят Которые сейчас учатся В высших учебных заведениях Или закончили даже уже А 9 сентября, простите, перебью, кто был? Что, простите? 9 сентября тоже? Да, 9 сентября это был такой молодежный десант наших земляков И было исполнено сочинение композитора Бабинцева Максима Бабинцева А в качестве солистов выступили скрипач Григорий Ташарев Пианистка Мария Лумнина Флейтистка Лейла Насибова И тенор, певец Тарас Бабий Это как раз те ребята, о которых мы в прошлый раз беспокоились Да, города назови, из которых они сейчас приехали Я думаю, интересно тоже У Москвы и Казань Итак, 1 октября что у нас будет? 1 октября мы будем с вами с удовольствием, надеюсь, слушать наших выпускников Выпускников колледжа нашего, теперь уже артистов известных театров, таких значимых Это Александр Погодин, бас, солист Пермского академического театра оперы и балета имени Пушкина И Евгений Илпашев, тенор, солист Свердловского театра музыкальной комедии Под наших гостей прозвучит разная музыка Если можно так сказать, будет такая солянка Это и оперные арии, и романсы, современная музыка Оперета немножечко будет, поскольку у нас и Женя из театра Опереты Я думаю, что будет на все вкусы, будет очень интересно Ну и, соответственно, еще поиграет и оркестр, и наши солисты Это и Михаил Шустав, Оксана Касимова Мы услышим в их сопровождении оркестра Будет разнообразная, очень привлекательная программа Так, и давайте сразу уточним возрастное ограничение на мероприятие 1 октября Которое пройдет в 18 часов У него возрастная категория, сказано, у нас 12+, верно? Да, все верно Я пишу, не помню, но мне подсказывают Давайте вы еще можете нам рассказать, где же найти нашим слушателям билеты на ваше мероприятие Кассе филармонии, кто? На сайте филармонии, смотрите, там есть такая небольшая рекламка Где наши ребята как раз в качестве солистов задействованы Ну, я, кстати, напомню, да, тут у нас, мы будем разыгрывать на этот концерт А у нас еще есть, ну, попозже будем? Да, попозже, попозже Мы сейчас еще поговорим немного о концерте, но вот я тут вижу, что перед началом концерта будет еще какая-то развлекательная программа Можно будет сфотографироваться на память с Дымковскими барынями Это что за момент такой интересный? Ну, дело в том, что, вы знаете, первый фестиваль, который состоялся два года назад Это был такой пробный камень, да? Мы это с Александром Николаевичем затеяли, причем не сговариваясь, мы друг другу предложили реализовать эту идею По-видимому, она все-таки витала в воздухе И, надо сказать, что фестиваль действительно был такого пилотного характера, да, мы смотрели, насколько это будет интересно, да, насколько мы можем реализовать эту идею, с какой стороны к ней подойти, да? И вот у нас было два года на то, чтобы подумать и какие-то вещи, наверное, сакцентировать И благодаря работе наших филармонических служб, сотрудников, я с удовольствием хочу поблагодарить Ольгу Петровну Кормщикову, которая приняла очень большое участие личное в реализации этой идеи У нас появились партнеры, да, на этот проект Это всероссийская известность предприятия, которое всем известно Называется «Вятич» Которое поддерживает не только культурный спорт в последнее время Да, они молодцы, они много чего поддерживают И они, в общем, известны, что называется, не зря Не только качеством своей продукции, да, но и какой-то общественной составляющей Более того, вот такой краеведческой немножко составляющей, я бы сказала Да, так вот, мы как раз эту вятскую тему максимально постарались обыграть, да, и с помощью вятского кваса, и с помощью барынь, и с помощью выставки ремесел В общем, мы стараемся сделать так, чтобы люди с удовольствием ощущали свою принадлежность к вятке Так, это звучит замечательно, мы продолжим буквально через полминутки, пока выходим на небольшой перерыв Культ поход Да, сейчас немножко вернемся, что же будет 28 сентября в 17 часов филармонии, расскажите, пожалуйста Вот это уже действительно открытие сезона, которое связано с концертом симфонического оркестра Это традиционный момент Что официальное открытие сезона, да, это, как правило, концерт симфонического оркестра И в этом году, вообще надо сказать, что начало сезона у нас удивительным образом связано с русской музыкой Да, с русской музыкой И я бы это даже назвал три века русской музыки Вот в самом начале следующей недели камерный оркестр в органном зале сыграет с филончелистом Петром Кондрашиным Там будет звучать музыка середины XX века Там будет музыка Вайнберга и Бориса Чайковского 28 сентября симфонический оркестр откроет сезон с сочинениями Сергея Васильевича Рахманинова И прозвучат танцы из оперы Олега Прозвучит первый фортепианный концерт Солисткой выступит знаменитая уже ныне пианистка Замечательная пианистка, которая в Кирове уже бывала Мы с удовольствием посотрудничаем с ней вновь Вновь это Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России И во втором отделении прозвучит вторая симфония Рахманинова Вот такой монографический концерт, посвященный музыке Рахманинова И забегая вперед, сразу скажу, что открытие нашего детского цикла Почему три века русской музыки? Потому что это музыка 21 века Это музыка, которая написана вот в нынешнем 2019 году Выдающимся российским композитором Ефремом Подгайцем И он доверил Вятскому симфоническому оркестру Впервые исполнить это сочинение Это музыкальная сказка По сюжету Ганса Кристиана Андерсона Пастушка и трубачист Мало того, что мы впервые это будем играть Автор сам приедет и прочтет с нами эту сказку То есть это вот прям мировая премьера Она действительно в Кирове мировая Да, в полном смысле этого слова И на моей памяти это первое сочинение Которое действительно написано для нашего оркестра И доверено нам быть первыми исполнителями Интересно, как отреагировал оркестр на такое доверие? Ну, оркестр, по-моему, не первый день уже знаком Вы знаете, нет, Александр Николаевич Симфоническую музыку, я имею в виду Симфоническим оркестром Мы играли в прошлом году Кстати говоря, с огромным успехом прошла сказка Подгайца «Маленький принц» С очень большим успехом Подгайц уже бывал в Кирове Но мы сотрудничали с камерным оркестром А симфонический оркестр Симфонические камерные люди у нас Ну, в общем-то, все действительно дело идет к тому, что это, по сути дела, конечно, некая такая одна большая история И, по сути дела, конечно, камерный оркестр является ансамблем солистов симфонического А идея вообще сама из чего родилась? Почему выбор был сделан именно в пользу нашего оркестра? Кто вообще вышел с предложением? Ну, я вышел с предложения Ну, конечно, конечно Я осмелился ему такое предложить Вот, и к нашему удовольствию он откликнулся И буквально в течение нескольких месяцев он написал это сочинение Вот как раз хотелось спросить, сколько это заняло времени? Получается, не так и много? Вы знаете, он шутит Я всегда тоже говорю, Ефремович, как-то вы очень быстро все пишете Он говорит, а ты знаешь, я больше ничего делать не умею Я вот умею только ноты писать, поэтому я вот только этим и занимаюсь Я думаю, может, у него там давно какие-то наметки уже в голове Нет, наметки у него были, более того, у него даже была опера на этот сюжет И какими-то идеями он воспользовался, конечно А можно я быстренько спрошу? Вот вы постоянно говорите, там, детский абонемент, начало абонемента Может, поясним для наших слушателей, все-таки в паре предложений, что такое абонемент в филармонию? Это, дорогие друзья, это цикл концертов, которые мы проводим для определенной аудитории Это могут быть детские концерты, могут быть взрослые И наши оркестры, симфонические, народные, мы в этом как бы организационно так вот и работаем У оркестра народных инструментов два абонемента Между прочим, у меня вопросик есть по одному Можно попозже чуть-чуть И два абонемента, это четыре концерта, объединенные какой-то определенной темой Или, ну, все равно какая-то объединяющая составляющая есть И у симфонического оркестра тоже такой же абонемент Сказки Андерсона в этом году Для детей Для детей, конкретно для детской аудитории А для взрослых? Для взрослых у нас два абонемента Ну, я бы не сказал, что это для взрослых Я бы все-таки обозначил это для всей семьи Это события сезона Первый абонемент называется А второй абонемент называется Симфоническая мозаика Значит, я просто немножечко дополню Александра Николаевича Когда вы покупаете абонемент, вы имеете возможность гарантированно присутствовать на концерте К счастью, у нас складывается иной раз такая ситуация Когда билетов нет Когда билетов нет уже Когда люди приходят, они привыкли, что они в день концерта могут купить билет Не всегда получается такая ситуация Потому что действительно бывают такие очень интересные события На которые билеты распродаются заранее Так вот, человек, имеющий абонемент Он гарантированно попадает Причем находится в зале на очень хороших местах С точки зрения зрителя-слушателя Не на приставном стульчике Я пару раз бывала сидела Нет, конечно И я вам больше скажу В этом есть еще и определенная экономическая выгода То есть, покупая билеты на каждый концерт Вы платите больше, нежели вы Тем более на эти, на лучшие места Да А много вообще желающих от общей массы билетов Сколько примерно людей Действительно готов купить абонемент на сезон? Вы знаете Ну, бывает по-разному Бывает по-разному Мы, в общем-то, анализируем, отслеживаем эту ситуацию Ну, это, конечно, не ползала Процентов 20, наверное, абонементов продавится Может быть, как-то, где-то вокруг этой цифры, наверное, что-то у нас и происходит Мы тут что-то возимся вокруг цифры абонементов Давайте-ка переходить потихонечку к розыгрышу призов Потому что пару вопросов уже упоминалось Напоминаем, что телефон нашей студии 211-101 Первый вопрос, наверное, услышим от наших гостей Ну, дорогие друзья, вот поскольку уж я произнес это слово Вот у нас в этом году два детских абонемента Для более младшего возраста и, так скажем, для среднего возраста Один из них будет проходить по воскресеньям, второй по субботам Вопрос Дорогие друзья, как называется тот абонемент, который будет демонстрировать наш оркестр народных инструментов по субботам? Название абонемента Да, у него есть коротенькое название Очень сложный вопрос Да нет Мы потом, если что, дадим подсказку Давайте дадим шансы людям попробовать 211-101 Значит, будем ждать звонка Очень просто узнать А пока ждем звонков, да, давайте затронем, если уж мы начали говорить о детей, о детских абонементах Насколько вообще уже звоночек у нас есть? Да Так Алло, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте Да, да, слушаю, меня зовут Михаил Михаил, есть ли у вас вариант ответа? Предположу, что он называется Субботник Субботник Нет, ответ, к сожалению, нет названия Давайте попробуем дать какую-нибудь подсказочку, еще один шанс ответить Ну, у нас будут для младшего возраста, мы тоже, как и симфонического концерта, будут сказки Михаил, попробуйте еще? Ну, наверное, сказки Ну, не точное название Ну что ж, я думаю, на этом Подожди Да, что на этом нам придется следующего звонка, потому что все-таки тут как-то далеки, но спасибо, что вы попробовали По поводу детей, да, насколько вообще обширная программа в филармонии, да, вот именно для младшего возраста Или все равно все предусмотрено, вот как вы говорите, Константин Александрович, для семьи и уже семья приводит детей Вы знаете Так, у нас, кажется, там следующий звонок Давайте мы дождемся варианта, потом я скажу два слова Так, здравствуйте Здравствуйте И ваш вариант ответа какой будет? Ну, я предположу, что субботняя сказка Мы вообще ходим, очень любим филармонию Ну, если вы ходите, мы его повторяем с прошлого года, вы должны знать А мы не по амбонементу ходим, к сожалению, мне их никогда не достается Мы как-то поздно вспоминаем и ходим просто по билетам Покупайте, еще есть Хорошо, если не выиграю, я потороплюсь Так, ну, я не знаю, дадим, попробуем еще Представьтесь, пожалуйста Подождем Анна меня зовут Анна, да, давайте, может быть Давайте подождем Без подсказок Хорошо, Анна, попробуйте в другой раз Пройдет Да Вы знаете, мы не должны еще забывать о том, что мы сейчас говорим, конечно, об оркестрах И говоря филармонии, мы имеем в виду главное здание, большой зал Но ведь у нас есть и малый зал, и самое главное, у нас ведь есть органный зал, который вот в детской аудитории тоже делает Тоже делает очень много И как раз благодаря нашим возможностям, да, получается так, что мы охватываем практически всю детскую аудиторию Да, то есть вот в органном зале, да, и вот в малом зале в этом сезоне у нас планируются концерты Ну, я бы даже сказал, не концерты, а такие вот мероприятия, да Беседы Я бы сказал, такого синтетического свойства Это не совсем концерт, но это и не совсем беседа, и не совсем сказка И не лекция Да, и не лекция Но, в общем, какое-то мероприятие для детей самых маленьких Так, давайте быстро вернемся, у нас уже там ждут звоночек в студию, я правильно понимаю? Да Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Наталья Наталья, ваш вариант ответа Я хочу предположить, может быть, сказки по субботам? Молодец, Наталья Сказки по субботам Сказки по субботам, я думаю, что это не слишком был трудный вопрос Потому что и на сайте филармонии, это у нас сейчас продвинутая публика Могут очень быстро Хорошо Может открыть, посмотреть Все правильно Мы вас поздравляем, вы с права выбрать любой пресс Приходите на наши сказки Сказайте, у вас они во сколько, в 11 часов? По субботам, нет, наверное, в 14 часов По субботам в 14, а воскресный абонемент, наши концерты детские, они в 11 часов Просто у нас, видите, в театральном целоре по субботам, воскресеньям в 11 часов И поэтому... Нет, ну мы часто речь ведем... Нет, смотрите, Наталья Другие мероприятия, у нас, собственно, есть пригласительный билет на пастушку и трубочиста Но это тоже в 11 в воскресенье У нас в театральном судье в это время, по субботам, по воскресеньям Так, а 1 октября, это какой день недели? Это рабочий день Хорошо, давайте мы переведем вас на редактора, чтобы вас судили с ним списывать Паризов, вам, наверное, так будет легче А мы с вами выходим на небольшой перерыв и отдыхаем Культ-поход Я разбавлю своим традиционным вопросом Я обычно очень люблю привязываться к датам эфира Сегодня у нас 20 сентября И в мире проходит много праздников Так вот, есть три варианта ответа, какой же именно сегодня проходит праздник И более того, он, как бы, признан в России Это день устраивания спонтанных чаепитий, день поиска сказок или день раскрашивания серости Я не знаю Судя по лицам наших гостей, они тоже не знают 211-101, вы можете звонить, пока у нас о том, какой это праздник знает только Анна И она вам скажет, угадали вы или нет А мы продолжим Уже кто-то звонит Уже кто-то звонит Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Это Светлана, можете повторить, я что-то только последнее услышала, день раскрашивания Так, у нас первый вариант, день устраивания спонтанных чаепитий Второй день поиска сказок и третий день раскрашивания серости Ну, давайте день раскрашивания Нет, к сожалению, нет, но вот можно вам дать вторую попытку еще Ну, тогда поиск сказок К сожалению, нет, это оба варианта неверны Так что мы с вами прощаемся А следующему человеку придется только позвонить и правильно назвать первый вариант ответа Как ни странно Так, то если у нас звонка нет, мы продолжим тогда все-таки беседу Да, я все-таки хочу закончить начатый разговор о детях Начатый разговор о детях Давайте, слушатель, буквально 30 секунд Мы знаем, что вы на проводе Чуть-чуть подождите, у нас Константин Александрович мысль закончена Дело в том, что весь спектр детской аудитории мы стараемся охватить И совсем маленькие дети к нам могут прийти в органный зал и в малый зал филармонии Дети постарше, да, уже младшего такого школьного возраста, да, и старшие дошколята Мы их ждем на сказке с оркестром А для уже более старших детей, да, у нас тоже есть мероприятие И вот ближайшее пройдет как раз 25 октября Давайте, может, после звонка Да, давайте после звонка уже Итак, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста 25 сентября Здравствуйте, Андрей Отлично, и какой же сегодня праздник? День устраивания спонтанных чаепитий Все верно, это первый ответ, он правильный Я вас поздравляю, вы можете выбрать любой приз На список, пожалуйста, пишет и Даша, поэтому, если что, все вопросы к ней Ну, возможно, вы помните? Вы уже что-то выбрали или вам озвучили? Можно напомнить Ага, у нас есть два пригласительных Один на концерт 1 октября «Земляки. Возвращение на вятку» Другой на концерт 13 октября Это мировая премьера «Пастушка и трубочист» Также у нас есть книги Есть пригласительные в галерею «Прогресса» И есть набор открыток с видами старой вятки А книги какие? Книги, скажу я сейчас вам, рассказы Андрея Макаревича Книга об алкогольных напитках и культуре питья И новый роман Андрея Астова-Цаторова Спасибо, Аня Не кормите и не трогайте пеликанов Так, а «Пастушка» какого числа? 13-го Ага, ну хорошо Так, а абонемент здесь на детской филармонии уже не разыгрывается? Нет, абонементы не разыгрываются Абонементы нужно покупать Ага, ну хорошо, давайте тогда «Пастушка» Это очень хороший выбор, я думаю Мировая премьера «Пастушка и трубочист» Пригласительный на 13 октября ваш Спасибо Оставьте, пожалуйста, нашему редактору свои контакты С вами потом свяжутся Да, и 25 сентября для старших школьников Извините, да, я говорил, скажешь, сентября Для старших школьников Для старших школьников будет Мы приготовили и уже не первый раз будем показывать Такой моноспектакль Это поэмой Михаила Юрьевича Лермонтова Песня про царя Ивана Васильевича Молодого опричника и удалого купца Калашникова С музыкой Александра Холминова, российского композитора Ну и говорят, надо лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Ну вот не совсем эта пословица подходит к нашему, допустим, спектаклю Потому что надо слушать Надо слушать текст Конечно, смотреть на актера и оркестр это важно Но это просто уже как второстепенное А первостепенное надо слушать непосредственно язык Михаила Юрьевича Как это он написал И как музыка Холминова очень органично вплетается в этот текст И насколько она, вот я вот сейчас рассказываю У меня у самого даже мурашки по коже Потому что это правда очень выразительно Очень интересно и для детей, и для взрослых Так, мы с вами проникаемся атмосферой Предстоящих мероприятий в детской форме Это 25 сентября Концерт дневной для школьников Он начнется в 13 часов Все-таки мы продолжаем розыгрыш призов И я думаю, что мы услышим еще один какой-нибудь последний вопрос от наших гостей Да, вот как раз о великой русской литературе Мы 28 сентября начинаем рахманинскую программу Исполнением фрагментов из оперы Олега Вопрос очень простой Кто автор литературного первоисточника сюжета оперы Рахманинова Олега? И три варианта ответа Пушкин, Лермонтов, Некрасов 211-101 Звоните, пожалуйста У нас еще целая куча призов И даже пригласительный билет на концерт в филармонию И даже уже готовы нам отвечать на этот вопрос Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, Александр Александр, ваш вариант ответа? Предположу, что это Александр Сергеевич Пушкин Абсолютно верно Это поэма Пушкина, цыгане Да, я всегда вспоминаю, что, что, где, когда Говорят, не знаешь, что ответить, отвечай Пушкин Вот это тот самый случай Когда сработало Но раз, что наши слушатели знают, знают, что это Пушкин Спасибо Итак, что вы выбираете? Какой приз? Книжку Макаревича Книжку Макаревича? Отлично Оставьте свои контакты редактору И потом придете за своей книжкой А у меня, кстати, у меня тоже есть еще один вопрос Давай, мы успеваем, успеваем Я тоже люблю привязываться к датам И вот 20 сентября 1862 года в Санкт-Петербурге Открылась первая в России консерватория И мой вопрос, собственно Кто стал первым выпускником консерватории по классу композиции? Он закончил ее в 1865 году с большой серебряной медалью 211-101 Без вариантов ответа? Я пока не даю Да какие тут могут быть варианты? Никаких подсказок, да Но я думаю, Санкт-Петербург, консерватория Один из самых, наверное, известных выпускников Ошибусь, я не Я думаю, это самый известный русский композитор Поэтому звоните 211-101 А мы пока напомним Ага, звонок уже есть Давайте, представляйтесь Здравствуйте Николай Николай, ваш вариант ответа? Да Чайковский Конечно, это Петр Ильич Чайковский Уроженец Вятской губернии Итак, даже так Что вы выбираете в качестве приза? В кинотеатр, по-моему, там можно было воссоции К сожалению, уже нельзя у нас в кинотеатр, но есть много других замечательных вариантов Есть две книги Одна про алкогольные напитки и культуру питья Другая Не кормить и не трогать пеликанов Что-то звукорежиссер наш на подсказы, нет? А есть пригласительные в филармонию на концерт «Земляки» и «Возвращение на Вятку» Есть пригласительные в галерею «Прогресса» на две выставки Братьев Дорофеевых, о которых мы говорим уже очень-очень долго, очень давно И есть набор открыток, простите, с видами старой «Вятки» А если сегодня можно будет, тогда в галерею «Прогресса» уже сегодня можно пойти? Да, конечно, это все Тогда в галерею «Прогресса» Хорошо, а на какую выставку? Созвездие красоты «Нью-Арт» или «Вселенная Дорофеев»? Это обе выставки идут, пригласительных, так что дальше наш редактор вам все расскажет Спасибо вам большое за звонок, за ответ Спасибо Что, у нас остается буквально две минутки, чтобы как-то зафиналить, красиво пригласить на все предстоящие мероприятия Так что вам слово Мы ждем вас в Вятской филармонии Быстренько тогда пробежимся, да? Мы начнем 28 сентября 25-го детский 25-го детский с купцом Калашниковым 28-го сентября Открытие сезона «Вечер музыки» Сергея Рахманинова 1-го октября Концерт Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина Из цикла «Земляки. Возвращение на Вятку» С двумя шикарными земляками, певцами И мировая премьера сказки Ефрема Подгайца 13-го октября в 11 часов Пастушка и трубочист в исполнении Вятского симфонического оркестра и автора Наших земляков давайте еще раз напомним Александр Погудин Бас Ныне солист Пермского оперного театра И Евгений Елпашев Земляки, кто знает, все приходите Будем вас ждать Евгений Елпашев Свердловский театр музыкальной комедии Ну что ж, в гостях у нас были Константин Александрович Маслюко и Александр Николаевич Убаров И с вами в студии сегодня были Дарья Топозлеева и Аня Павстана Большое спасибо, Даша и Аня Спасибо Прощаемся с вами Культ Пахвот